Перед началом этого топового видео советую перейти и подписаться на канал Тайкла. Недавно у него был юбилей в одну тысячу подписчиков, и он устраивает просто мега пушечный конкурс на 2 миллиона вирт на СантропРП. Переходи и участвуй, ссылочка будет в описании. Дональд Трамп Подпишись на канал и нажимай на колокольчик. А если тебе интересен его секрет успеха, ставь лайк и напиши один любой комментарий. Также не забывай, что я играю на втором и четвёртом сервере СантропРП. Вводи мой ник Роман Виндета при регистрации, и я дам тебе 10 тысяч вирт, если тебя встречу на сервере. И ещё на двух этих серверах действует мой промокод хэштег Виндета. Ведя его, ты сможешь получить просто пушечные бонусы для дальнейшего развития. Подробнее о бонусах в описании. Я уже подъезжаю к его дому, ему принадлежит два крутейших дома на Вайнвуде. Первый это дом Мэтт Дога, куда мы сейчас и едем. А второй это Тарелка, тут недалеко. Начнём с автопарка, и первая его тачка это Турик. Максимальный разгон 270 км в час, и обошлась она ему в 6 миллионов вирт. Это как всё моё состояние на втором сервере. Вторая тачка это Султан, да нет, нет, не этот, вот этот Султан. Он участвует на ней в гонках, и оценочная стоимость этой тачки 1 лям вирт. Третья тачка, если я не ошибаюсь, это Хантли. Взята для езды по внедорожью и обошлась ему почти в полмиллиона. 450 тысяч вирт, ну неплохо. Ну и последний транспорт из наземного, это Буррито. На ней Дональд зажигает с друзьями, и как по мне оценочная стоимость где-то 300-400к. Это ещё не всё, у него есть собственный самолёт. На него он накопил всего лишь за 7 дней, и обошёлся он ему в целых 7 миллионов вирт. Это получается он поднимает 1 лям в день. Ну а на этом с транспортом всё, весь его автопарк стоит, внимание, почти 15 миллионов вирт. Переходим к домам. Основной его дом это дом Мэтт Дога, где мы сейчас и находимся. Вот такой тут интерьер, весьма прикольный. Ну а вот здесь у него кухня. Тут он с друзьями в картишки играет. Ну а вот здесь находится спальня. И тут также находится сейф. Вам же тоже интересно, что внутри сейфа. Он сказал мне пароль от сейфа, надеюсь ты его поменяешь, бро. И посмотрите, что у него тут находится целых 5000 наркотиков, просто обалдеть. И 100к на чёрный день. Ну а вот тут спят его девушки, как он сам говорит. Но это не точно. По РП тут типа гардероб, ну да ладно. И самое интересное, сколько же стоит этот дом? Внимание. 40 миллионов вирт. Просто охренеть. Просто охренеть. Я пойду убьюсь от нищеты. Да, это жёстко. Теперь отправляемся к следующему дому. Он тут в принципе недалеко. Вы посмотрите, какой он необычный. Такого дома нет просто нигде. Интерьер тут самый простой. У меня такой был в самом дешёвом доме. Но сам дом снаружи просто космос в прямом смысле. И этот дом стоит, внимание, 7 миллионов вирт. Ну, после цены того дома, я думаю, меня сложно удивить. И получается, все его дома стоят в общем 47кк. Это невероятно много. Ну, а сейчас мы отправляемся к его бизнесу 24 на 7. И я не знаю, где он находится. В общем, это 24 на 7 у Респы Баллас. Я сам такой пытался словить на четвёртом сервере. Но позже изменил локацию. Обошёлся он ему в тоже немаленькую сумму. В целых 23 миллиона вирт. Доход тут очень крутой. Стоит 400 тысяч в день. И я ему верю. Так как на четвёртом сервере у меня знакомый держит этот бизнес. И во время каптов там финка взлетает просто до потолка. На этом его имущество наконец-то закончилось. И если посчитать все деньги за его имущество, получается цифра. Внимание. Практически 85 миллионов вирт. Это просто невероятно круто. Просто взрыв мозга. Ну а теперь остался только один интересующий меня и вас вопрос об этом игроке. Как, чёрт возьми, столько вообще можно заработать? И давайте послушаем, что нам на это ответит Дональд. Итак, сейчас я тебе расскажу мою схему, как я поднялся на Сантроп РП. То есть я сначала зашёл на сервер и пошёл сразу же работать на шахту. Я работал там очень много времени и накопил 500 тысяч долларов. И поехал покупать себе любой бизнес. Там ещё были практически все в госе. Я купил бар напротив больницы Лос-Антес. И на следующий же день продал за лям. И этот лям я тратил на скупку машины и обратно же их перепродавал. То есть схема в том, что нужно перепродавать всё, что у тебя есть подороже. И потом обратно покупать по ГОСу. Вы всё слышали сами. Все на шахту, пацаны. Ну а если серьёзно, это каким надо быть упорным игроком, чтобы на шахте за несколько дней поднять 500к. Жесть. Ну, думаю, вас тоже поразил этот игрок. Ну а на этом всё. Если ты хочешь самым первым узнавать о новых видео, обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик. Ну а если тебе понравилась история Дональда, обязательно поставь лайк и оставь всего один любой комментарий. На этом всё. Больше вас не задерживаю. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok